В общежитии Кумертауского педагогического колледжа проживает 106 студентов. Вход в здание только по предъявлению пропуска. И это несмотря на то, что охранники знают всех в лицо. Порядок есть порядок. Родственники или преподаватели также заходят по специальному разрешению. То, что происходит на этажах, вахтёр может отслеживать, не покидая поста. Общежитие оборудовано системой видеонаблюдения. Как живут студенты, воочию увидели члены комиссии по делам несовершеннолетних в ходе специального рейда. Конечно, половина жильцов уже совершеннолетние. Тем не менее, правила для всех одни. С ними студенты знакомятся уже при заселении. Проверяющие осмотрели комнаты. В них проживают по 2-3 человека. Жильцы постарались сделать по возможности ремонт, обустроили свои комнаты. В общей кухне также порядок. Имеется и общебытовая комната, где есть холодильник, утёк, гладильная доска, письменные столы. Ключи находятся у старост. Впрочем, они же следят за порядком. Мои обязанности, как бы, ходят следить за этажом, за порядком, за дисциплиной. Ну, вечером, 10 часов вечером на собрании я проверяю, сели на этаже, за дежурством также. А условия хорошие, всё предоставлено, всё хорошо. Об ответственности за те или иные возможные нарушения им напоминает и информация на стендах. Здесь же имеется инструкция по действиям при чрезвычайных ситуациях, телефоны доверия. На отдельных стендах график дежурств, список дежурцов, поздравления и объявления. Приятно удивило проверяющих и состояние комнат юношей. В каждой комнате, куда заглядывали инспекторы, было чисто, аккуратно и уютно. Не поступило жалоб и со стороны студентов. В комнатах тепло, всё необходимое есть, говорят они. На данный момент грубых нарушений в общежитиях у нас нет. Мы давали рекомендации, давали детям рекомендации, как себя вести в общежитии, не нарушать комендантский час. Помогать воспитателям, помогать учителям, преподавателям профессиональных образовательных учреждений в именно содержании общежитий. Сопровождали проверяющих, заместитель директора учебного заведения, воспитатели. По их словам, преподаватели также в течение года проводят плановые и внеплановые проверки. Уделяется внимание и организации культурно-массовых мероприятий. Следующим пунктом посещения стало общежитие филиала УГАТУ по улице Комсомольской, 37. Здание приобретено в этом учебном году, поэтому студенты пока обживаются, обустраивают свой быт. Для их удобства имеются общие кухни, гладильные, комнаты, гиены, душ. Закуплена необходимая бытовая техника. В настоящее время первой очередной задачей является ремонт помещения, чтобы создать уютные условия и обеспечить безопасность проживающих. Запланирован в первую очередь ремонт, потому что здание досталось в очень таком плачевном состоянии. С 1 сентября оно у нас только, поэтому мы всеми силами и всеми средствами, которые имеет филиал, естественно, здесь все ремонтируем. Сейчас мы уже частично начали ремонт коридоров и дальше уже планируем непосредственно перейти в комнаты, в комнату отдыха для ребят создать, потому что там было видно и диван, и телевизор, все это имеется. Но уже на первоначальном этапе мы заменили котел водонагревательный, здесь было на 50 литров, мы приобрели новый котел на 150, заменили полностью электрические плитки, приобрели микроволновую печь, чайник. И вот сейчас в дальнейшем планируем приобрести холодильник на общую кухню. В общежитии 40 человек. Для поддержания порядка сформирован студенческий совет, разработанные правила проживания. В списке рейда – Мелюзовский многопрофильный профессиональный колледж в селе Маячный. Это бывшее училище номер 100. Проживает здесь 23 человека. Половина из них на данный момент находится на практике, поэтому застали на месте немногих. Ребята показали комнаты, где проживают, кухню, где сами готовят. Видно, что проживающие строго следят за чистотой в общем доме. Везде порядок и уют. Артур Фадкулин учится на третьем курсе. В общежитии он избран старостой. Ну, живем нормально. Условия отличные. Мероприятия проводятся. Живу три года здесь. А какие мероприятия у вас здесь проводятся? Поле чудес до этого был. КВН еще. Также и праздники проводим. На сцене много фотографий с культурно-массовых мероприятий. Они рассказывают о веселой студенческой жизни. Для желающих ежедневно работает и библиотека. Здесь студенты могут найти нужную для учебы книгу, взять художественную литературу или же почитать газеты и журналы. В студенческих общежитиях уровень безопасности, защищенности и комфорта несовершеннолетних зависит от многих факторов. В том числе от исполнения норм и правил поведения и проживания, условий надлежащего надзора. Рейд в очередной раз напомнил взрослым об ответственности за детей, а молодежи – об их обязанностях. Редактор субтитров А.Семкин